Послание соборное святого апостола Иакова. Первая глава, 19 по 27 стих. Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скорно слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человеков не творит правды Божие. Я беру только один стих. Вот сколько нам здесь дается наставления. И почему именно сегодня, может быть, как раз относится к тем, которые признают Христа за Бога, которые признают празднество в установленную Церковью Честь Христа. Сегодня крещение. Не все знают, что этот праздник празднуется с первого века. Он соединялся вместе с Рождеством. Но предпочтение почему-то отдавалось крещению. Я постепенно дохожу до этого и думаю, что Рождество считалось настолько это естественно, это всеобщее. А крещение это частное. Каждого. Ну что Христос родился? Ну и родился. Был младенец. Но если это ко мне не относится, я не вошел в его стадо, какая мне от этого польза? Вот у христиан, у первой, в первопостольской церкви, у них все перевалило на сторону реальности на сегодняшний день. Не так, что мы сейчас услышим Арий, вот будет торжество православия, опять и Арий, и Несторий. Вот зациклились там, ни Арий, ни Нестория нету, 1600 лет. А сегодняшние еретики ни лютеры не упоминают, ни Уиклифа, которые сегодня здесь в сектах, их надо исследовать. Ну нашелся человек, духовно просвещенный Григорий Петров. Находясь в музах, написал Акафис. Слава Богу за все. Ну время-то идет. Почему дальше-то не остановилось? Вот на этом остановилось. Нет гимнотворчества. Я предлагал, но времени не было силе, что необходимо составить такие же Акафисты. А отдельно, он вспоминает такие, говорит, за мысль художника, за таланты, он все прославляет. Вот конкретно и создать Акафист про художников, отдельно про астрономов, упомянуть обо всех открытиях, о Кеплере, о Ньютоне, о Кориолисе, которые такие чудные законы всемирной механики открыли. Я тут беседовал даже с академиками, как-то у меня не сдвинулось. Тут должен быть задействован какой-то, видимо, все-таки человек, оторванный от мира, и соединить его с тем, который в мире. Или отдельный Акафист химии. Что, химия нам мало дала? Дала, смотрите, сколько сейчас всего. От химии-то у нас никуда. От посуды до одежды. Все химическое. И как это развивалось, какие были люди, как прославляли Творца. Ведь ученые, которым присваивают Нобелевскую премию, это очень умные люди. Я посмотрел в энциклопедию, три человека только было за всю историю, которые дважды получали Нобелевскую премию в виде исключения. Притом, посмертно она не присваивается. Как бы поощряет людей к дальнейшему проникновению в тайны биологии, физики, математики. И все это должно в совокупности быть известно даже самым малым людям. Потому что за все славить надо Бога. Давид-то в то время, три тысячи лет назад, пастушонок, не окончивший, может быть, и школы приходской. Откуда у него это все было? Он все видел. Закон твой, Господи, тверд, как луна. Ну, откуда ему знать было про луну-то уж? Ну, ладно, про овечек он понимал. Воинственный был, мужественный, но это от него не отнимешь. Артист был хороший. Это уж мог он сделать. Но откуда про луну знать? Сейчас едва-едва могут наскоблить там луну, сверлами взять, какая она твердая. И это он откуда мог знать-то? Или ее считается книга по древности, приравнивается к бытию. Самая древняя книга, быть может, в Библии. И он упоминает о созвездиях, которые астрономы сегодня только находят, что они удивительны, не вписываются в общий распорядок движения звезд. Упоминает там Кисель, это большая медведица, Орион. Перевод далее этим словам. Откуда? А нам надо быть внимательным, что мы слышим. Слово Божие через Якова. Да Яков-то какой громотей-то был? Но ведь одно предложение, это на тысячелетия хватит расшифровывать. Всякий человек. Всякий-то и ты сидишь здесь, немощная, больная, слепая. И ты, который, кажется, уже все закончил, у тебя с отличием диплома. Всякий. Что? Да будет скоро на слышание. Я сразу вопрос, чего слышание? Подслушивать? Сегодня радио не выключают. Что она говорит? А дальнейшее покажет, что речь-то идет о Слове Божьем. О том, что ведет ко спасению. Когда Серафима Саровского спрашивали, ну почему у нас не получается, а ты вот смог, ну что они имели в виду, это, видимо, отречение от мира. Его и спрашивать не надо было, это не евангельский путь прятаться от людей, это евангельский путь идти к людям-то. Но однако, ведь это тоже мужество. Лишиться всего, отречься. У него какая-то своя перспектива была. Тоже какая-то карьера могла быть более привлекательна, чем сидеть там с медведями, ждать, когда разбойники топором будут охаживать. А он говорит, не хватает решимости. Первый шаг. Как о Наполеоне говорят, он говорил, главное ввязаться в драку, а так видно будет. Мимо не проходить. Иногда так, начинает человек борьбу, и вообще ни одного процента на его стороне нет. Хотя надо высчитать, прежде чем идти. Но иногда цыновка такая бывает, что приходится. Ты видишь одни еретики вокруг тебя, одно безбожие, с ухуленем. А выйди и скажи одно слово. Как первые христиане были. Вышел на арену и сказал, я христианин. И начались пытки. Надо решительно когда-то оторваться от прежнего. Надо быть скорым на слышание. Одному десятки раз говоришь, и он не... Проходит время, смотришь опять. Ну почему ты опять за то же... Это не напряженный разум. А другой краем уха услышал только, он сразу раз себе... Все уже у него в запаснике лежит. Краем уха. Не с ним речь даже шла. Уже все это применил. Вот Сирахов Иисус, он этим отличался от других. Много ездил, все собирал. Все собирал и в себе все это сохранял и тогда отдавал людям. Привел в порядок. Вот такой аналитический ум был из всех евангелистов у Луки. Он, получив предыдущие Евангелия, встречался со свидетелями. Тех, которые были на личной встрече со Христом, с Богородицей. И все это компилировал. Все это в себе он по полочкам разложил. Это самое подробное Евангелие. А со Христом не ходил. А как? Ну Матфей писал то, что сам слышал. Да может и подзабыл. А может не бодр стал на молитве. Но почему притчи о Самарините ни у кого больше нету? И не только это. А ведь в самом рождении-то ангелы явились. И Матфей этого не написал. Откуда мог было знать? Значит, около Божьей Матери часто был. Почему приписываются ему четыре иконы? Он был художник неплохой. Нужно быть скорым на слышание. От худого уши закрыть. И это слышанное сложить в сердце. Матерь говорит, слышала и слагала в сердце. Слагала, не забывала. А не так, говорят, они услышали и бросили за себя. Как бы не слышали. За слышание отвечать придется. Человек должен быть очень быстро наслышанным. А дальше медленно на слова. Через запятую. Я стал дальше размышлять. На какие слова? Если вещь идет впереди о Слове Божьем, то очевидно медленно на слова, которые ты против говоришь. Если ты все не исследовал, ну, может быть, один раз и прочитал Библию. Я знаю, что некоторые у нас еще ни разу не прочитали. Что таится уже? Медленно на слова. Вопреки не возражай. Ты еще ничего не знаешь. Медленно на возражения, на сопротивления, на свои мысли. А я так думаю. Ну и думай, сиди дома. Ты сначала прочитай. Посмотри, как святые отцы разумели это дело. А тогда сделай какое-то предложение, если оно есть. И дальше медленно на гнев. Если связывается со Словом Божьим, то люди на что гневаются? Не нравится Слово Божие? Не нравится, что обличают через Слово Божие? Надо быть медленным на гнев. Я решил по всем пунктам немножко посмотреть в Слове Божьем. Где и кто был очень скорый. Потом он говорит, отложивши начатки злобы, если она есть, а на что-то. В кротости примите насаждаемое Слово. Доктор Россий говорит. Ну речь-то идет о Слове. С кротостью примите, не гневайтесь. Медленно на гнев будь. Считаешь, а так никогда не было. На меня священники все, и архиереи многие, страшно гневаются. Почему? Ну что Библия? Сектанты какие-то. Что вы здесь с Библией? А сейчас я гляжу в посланиях архиереев. Я не знаю, с чем связано. Но так часто стали встречаться места Писания. Правда, главу от стиха не могут лечить, через точку с запятой отделяют. Если стоит между главой и стихом точка с запятой, ты мне можешь не говорить, что ты знаешь Библию. Ты ее в руках не держал. Даже одно это, точка с запятой, мне уже все о тебе скажут. Человек, держащий в руках Библию, он будет отделять их двоеточием, как в симфонии, или в крайнем случае через запятую. У меня же не раз встречается, показывает, что они знатоки Библии, отмечают, отделяют точкой с запятой. Я им написал письма даже. Все, ты себя обнаружил. Это все равно, что меч взять не за рукоятку, а за лезвие, и рукояткой бить кого-то. Для меня-то понятно будет. Да я что, никогда не воевал, но я вижу, как ты взял. Каким концом-то? Взял, не знаю, ручку, а за лезвие. Сирахов, 49 глава, 2 стих, говорит про Иезекию, царя, на которую напал Синахирим. Когда Он воззвал, Господи, дри, какие угрозы. И Господь скоро услышал. Скорый на слышание наш Господь. Вот пример. Итак, будьте всякий человек, да будет скоро на слышание. А пример, пример наш Господь. Он слышал Отца Небесного, Он слышал Его голос, и Он с Ним разговаривал. И Господь наш, скорый на слышание, воззовешь ко Мне, и Я услышу Тебя. Ну, кто скажет, что Бог глухой? Разве отяжелело, говорит, ухо Его слышать? Даже псалмопевец Давид говорит-то. Иногда он, правда, говорит, Господи, пробудись, что спишь? Ну, как разговаривает? Ну, кто ж посмеет сегодня так разговаривать даже с начальником? Постучал два раза, три раза открыл. Ты что, спишь, ты сидишь за столом? Ну, это большой начальник министр-то. А то с Богом так разговаривает. Какие-то фабильярные прямо отношения. А мы это все считаем. Считаем, это псалтырь. Другую книгу-то, может, и не читают. А это живому и мертвому читаешь. Не поймешь, кому читать только. Псалмопевец Давид, 142-й псалом, 7-й стих. Говорит, скоро услышь меня, Господи. А в другом месте написано, и я знал, что ты слышишь меня, говорит Господь. Молился, и я знаю. Мы можем собственным опытом поделиться, как скоро Господь слышит. Иногда даже слова еще на языке нет, а только помыслил, и уже дверь открывается, и тебе несут, о чем ты молился. Евангелист Иоанн 11, 29 говорит о встрече Христа Марфой и Марии. Мы привыкли о Марфе рассуждать так, что это хлопочущая хозяйка, ей бы лишь все было приготовлено. Она в Писании не очень разбирается. А вот здесь-то все показано наоборот, что она впереди Марфа. Она с Господом разговаривает о великих делах. И Господь говорит, веришь ли ты, верю Господи, что воскреснет брат твой воскресенье в последний день. Абсолютно точно по Писанию приводит. А Марфа приводит слова, а не Мария. Потому что, что у ног-то сидела, Марфа хлопотала. Это постоянно читают, а это очень редко. Марфа, она была начитанной в Писании. Разбиралась в богословских вопросах. Да не хуже Марии, а может даже и лучше. Потому что тут она такие ответы дает Господу, которые мы применяем сегодня в беседе с сектантами. И она пошла и сказала Марии, учитель здесь. Учитель? Вот в беде-то он мне больше всего и нужен. И написано, она встала и с поспешностью скоро пошла. И начался, как скоро она услышала. Надо слушать, кто что говорит. Если скажут, где-то собираются, занимаются Словом Божиим, как у нас здесь. Спешите. Если ты сегодня откладываешь посещение, место собрания верующих из-за того, что нет времени, дальше его совсем не будет. Ты говоришь, сегодня у меня немощь. А ты что думаешь, дальше такое здоровье пребывать будет? Да тебе сегодня только один зуб болит, завтра ни одного не будет. Сегодня только в почках камни, а завтра голова камнем, мозги камнем сделаются. Сама в камень превратишься. Поэтому считай, сегодняшний день самый благоприятный быстро слышать. Я уже много раз об этом говорю. Спешите. Завтра поднимать уже некому будет. Это относительно Слова Божия, конечно. И это место толкует блаженный афейский враг так. Относительно изучения божественных предметов апостол заповедует быть стремительным. Вот это место толкует. Услышал, дед, и сразу же к себе бери. Даже одно слово какое, никак его мимо не пророни. Даже за стенкой что-то читается, как считаем мы о Евдокии. Там Герман читал за стенкой ночью. Чего он там о страшном суде? Чего он слух-то читал? Я никак не пойму. За себя читал бы. А вот хорошо читать слух. И она, лежащая там, экс-блудница, порнозвезда тогдашней мира. И она обратилась к Богу. По сегодняшнейшей сказали бы, самая сексапильная женщина Дальнего Востока, Ближнего. А окажется святой, инокиней, настоятельницей монастыря, великую силу получит от Бога. В каком бы ты ни был призван в положении, ты только осуди все прошлое, связанное с блудом. Сожги, не оставь ничего. Что за работа была память? Все потеряно. Дай мне все новое, обнови меня. Она была скорая на слышание. Утром послала служанку. Кто там что читал? И далее мы знаем, как разворачивается картина. Она один раз услышала и все положила к сердцу. Что мне делать? Один такой вопрос. Скорый на слышание с Сау шел. Пал, что повелишь делать? Люди слышали первую проповедь Петра. И говорят, что делать? Он говорит, мужи братья, обратитесь, покайтесь. По неведению не начальники распяли Христа. Примите крещение. Бог даст Духа Святого. Один раз услышали. А родственники наши сколько раз от нас слышали? Почему они не обращаются к Богу? Родные и близкие. Может что-то в нас? Я не знаю. Салмопевец Давид, 101-й Псалом, 3-й стих, 68-й, 18-й, 142-й, 7-й, непрерывно повторяет. Скоро услышь меня, Господи. Научитесь повторять эти слова. Но если я тебя слышу, Господь говорит, и ты слушай, когда обращаются к тебе за помощью, за нуждой, по нужде какой-то. В Серахов, 38-я глава. Кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Когда обращается к нему Господь раз, другой, а человек замкнулся в себе, попадет в беду. Скоро был наслышание Евнух, который ехал, и одно-такое слово от Филиппа услышал. А что препятствует креститься? Курс оглашения кончился. Ну почему? Он и готов был. В песне, в песне, 8-13. Говорится о невесте, которая обращается к тем, кто знает про жениха и говорит, дайте и мне послушать его. Кто-то читает Библию, подошел, дайте и мне послушать. Читай, дай я почитаю слух. Это не заставишь. Приучите, чтобы в детях была жажда. Рассказывайте простым языком. Деяния 10-22. Пришли в дом, чтобы послушать речей твоих. Я читал еще у Достоевского, еще ничего не знал о Евангелии. И он описывает про Зосиму, который дает наставление. Говорят, Зосима, это образ написан в Савросии Оптинского. Ты не бойся пригласить к себе людей, чтобы половики у тебя истопщат. Пригласи, побеседуй с ними, поговори о Своем Божьем. Чтобы дом сделать домашней церковью. Чаще приглашайте себе друзей. Неделя проходит и друг друга даже совсем не знают. У нас постоянно обстановка меняется, кто-то больной. Прямо целую акцию можно сделать, чтобы приходило определенное число людей. Мы уже разговариваем об этом. Чтобы создать молитвенные группы. Чтобы круглосуточно у нас в общем ишла молитва. Я это получил в первые дни, когда обратился. Правда, у сектантов это было. А православные, это общеизвестное, неусыпающее. Псалтыр считает Александр неусыпающий. Так и есть святой. Разлейтесь по группе, по три, по четыре человека. В определенное время, а ночью попадет тем более. Ты радостный должен быть. Пройдет год, можете поменяться. Другие счастливы взять. Далее, говорит, медленно на гнев. Чуть-чуть коснусь. Кто гневался когда? И гнев был их неоправдан. И как мы не должны брать пример на это? С этого. Гневается. Мы не гневаемся.